Мы пошли на преступление. Раньше я не ходила ногишом. Девчонки, снимайте кофты, вы сейчас увидите эту магию. Этот я на мусорке подобрала. Это просто скотч. Нахрен мыть фасады, что за бред? И на утро выходит каждый раз разная девушка в розовом халате. Пол у нас такой, что у нас здесь 4 разного бренда доски. И все 4 разной толщины. Всем привет! Ну что, мы столица юга России, в Краснодаре. В гостях у Яны Аспанадзе, у талантливого дизайнера общественных и частных интерьеров. В общем-то, мы в гостях у тебя. Будем смотреть классный интерьер. Всем привет! Рада всех вас видеть у себя в гостях. Welcome! Поехали смотреть! Ян, по традиции, мы спрашиваем, как обычно, вот какая задача изначальная, какая площадь объекта. И вот что здесь, в принципе, есть, какие зоны, какие комнаты. И в чем идея проекта? Расскажи немножко. Это дом, бывшая казарма 1934 года. Казарма, она же, как обычно, длинный коридор и комната, 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 комната. В общем, нам досталась, скажем так, 1-4 дома, где у нас длинный коридор и все комнаты расположены в одну сторону. У нас закатная сторона. Вот, мы покупали, квартира была 103 квадрата, она была в таком плачевном состоянии. Последний ремонт был 30 лет назад. Мы сделали перепланировку, ее узаконили, и стало 107. Я так понял, что это такой вот творческий поток, можно так сказать, да? И в процессе вы прям подбирали предметы как-то вот по ощущениям, да? Не было такого, что подожди, ну как бы будет темно. Нет, подожди, у нас было такое, давай бахнем, давай. Начнем с пола. Давай, давай. Как обычно я пишу тебе задание визуализатору, так, пол у нас какой? Пол у нас такой, что у нас здесь 4 разного бренда доски. И все 4 разной толщины. Давай по гостиной и кухне. Здесь очень много разных классных деталей. Я так понимаю, вот как раз это та мебель, которая делается на заказ. Это та мебель, которую делает мой Георгий, да. Георгий говорит, я хочу сделать домик для нашего пса. И он приносит домой вот такой вот предмет. Я на него смотрю и понимаю, что он абсолютно уникальный. Я такого нигде не видела. У меня хорошая картотека в голове того, что сделано людьми по всему миру. Если это как-то где-то выложено, и это можно увидеть. И для меня это был большой, огромный шок. Как он видит деревяшки в каком-то таком идеальном золотом сечении. Он придумал вот такую историю. Потом, прикоснувшись к этому дереву, я поняла, что это дерево, это цвет наших тел. Да, скажем, в такой массе. Хотя и дерево бывает разное, и тела бывают разные. Но это плюс-минус. Тело голое, дерево. И почему-то у меня вот родилось такое понимание, как пещера. Я представила, как вообще выглядит тело в пещере очень органично. Не знаю, могу ли это сказать на камеру или нет. Можешь. Ну, в общем, если, например, раньше я не ходила ногишом по дому. Потому что, ну, как бы, опять-таки, я художник. Я на все смотрю со стороны, да. А сейчас, позже, какое-то удовольствие. Я помню, как мы только сюда переехали. Первые вечеринки с друзьями. И я такая, девочки. Здесь надо ходить голыми. Подождите. Мальчиков заставляем. Мы заходим в ванну, включаем свет. И говорю, девчонки, снимайте кофты. Вы сейчас увидите эту магию. Мы снимаем. И такие девчонки, в смысле? Какая я красивая. Я говорю, девочки. Я сама в шоке. Я к этому пришла вот просто так случайно. Вот это я обнаружила. И это действительно самый красивый цвет к восприятию. Ну, то есть тело максимально красиво раскрывается красотой. Я правильно понял, что вот от этого домика... Точка отсчета. Точка отсчета. Началась история с фасадом. Да. Давай, рассказывай. Кухню нам делал очень крутой у нас в городе производитель. Отлично работают с камнем. И у них столярка. Они сделали нам этот выдающийся огромный шкаф. Потому что он был тоже тяжело проектируемый. Он очень большой и подвесной. И сделали нам кухню с гранитом. Я вообще очень горжусь тем, что мы его выбрали. Это самый практичный материал для кухни, который только можно представить. Он фактурный. Это натуральный гранит. Это натуральный гранит. Он специально как-то обработан? Что он такое с фактурой? Или это его прям натуральная фактура? Он имеет возможность иметь такую обработку. Когда она создавалась, я говорю, блин, а какие фасады, какие фасады сделать? Я не знаю. Он говорит, давай я сделаю. Я говорю, давай. А ты есть какая-то идея? Он говорит, нет, идеи нету. Я подумаю. Он до последнего держал в секрете, какие будут фасады. И потом, когда он мне их презентовал, я такая, вау, это что за Joy Division? Ну, он постарался сделать какую-то такую некую историю. Конечно, это пилотный вариант. И тут, например, есть такие моменты, да. Тут они, конечно, отклупались. Когда мама пришла и увидела кухню, она взяталась за голову, сказала, Яна, как это непрактично. И первые, когда я начала выкладывать, типа, ребят, это наша кухня, смотрите, все такие, господи, как же ее мыть? Так получилось, что, я не знаю, как бы ручки протираю, ну, а что здесь мыть? Не знаю. Я сначала думала, что буду пылесосить, у нас есть парогенератор такой, который для мебели, для штор. Думаю, паром буду все убивать. Ну, как бы нечего убивать, я не знаю. У меня не взорвался заварной крем, сгущенка, поэтому никаких проблем не было. На хрен мыть фасады? Что за бред? Мыть? Что? Нужен был большой, огромный стол. Георгий мой специализируется в большую часть, он кладет сложный паркет и делает сложные столы. В общем, он пришел, говорит, вот такой вот рисунок, говорит, сколько пород дерева там будет? Он говорит, пять. Я говорю, давай еще. Мало, да? Он такой, ну, я там посмотрю, хорошо. Приходит, говорит, ну, будет восемь. Я, давай еще. Яна угомонит. Я говорю, давай еще, мне хочется, ну, восемь. Здесь 14 разных пород дерева, эксклюзивных, сложных. Откуда они там, я не смогу назвать их название, видите, муж на работе. То есть вот эти плашки, они продаются, чтобы сделать рукоятку для ножей. Да. Да, она очень сильно потемнела. Так, первый вопрос, почему оно все в пятнах? Почему? Потому что, когда шесть друзей Гоги вместе с ним затащили этот стол к нам, он был вообще идеально ровный, чистый, девственный. Он пришел с маслом, он говорит, ну что, мажем? Я на него смотрю и говорю, а давай не будем его защищать. Мы его не обработали, чтобы он через пять, шесть, семь лет выглядел настолько нашим родным, чтобы он впитал все разговоры, что здесь были. Потому что мы с мужем каждый вечер сидим за него, разговариваем, капаем, еще там что-то. То же самое, что с нашим телом. Где-то ударились, где-то поранились, где-то остается шрам, ты думаешь, да, было дело, было, было, да. И я очень хотела, чтобы он сейчас в таком состоянии, знаете, когда ты сделал хорошую стрижку, или там, например, девчонки меня поймут, ты сделал челку, вот все хорошо, но ты ее отращиваешь. И такой есть момент, думаешь, блин, ну немножко бы еще длиннее. И вот, блин, года через два этот стол уже начнет приобретать тот вид, который я его уже вижу. Он прям будет такой, знаете, как стол Аспанадзе. Прям наш родной. Нашу квартиру как-то пытают, там, какой стиль, какой стиль, какой стиль. Скорее всего, это ближе к вабисабе, только истинное вабисабе, когда это не джапанди, ненавижу этот стиль, потому что он какой-то такой легкомысленный, и он неглубокий, и очень-очень-очень как-то на быструю руку сделан. Вот у нас сильно, мне кажется, сильно чувствуется, что красота в несовершенстве. И вот удалось нам это или нет, пишите в комментариях. Пишите в комментариях, ну-ну, пишите, пишите, это ты правильно сказала. У нас сейчас есть классная концепция разных стульев. Этот я на мусорке подобрала. Есть витра, есть винтажные, еще есть вот такой стул. Я люблю удивлять им, своих заказчиков и гостей. Ну, садись, садись и облогатись. Я сейчас попробую. Вау! Работает? Да. Удобно? Круто. Да, да, он прям форму тела принимает, получается. Получается, что так. Вот это французы могут удивить. Клево. Да, вот он такой. Поначалу как-то хотелось вообще все бренды около себя собрать, а потом поняла, что... Все, как будто такое ощущение, что самое классное уже придумали лет 30-40 назад. А диван? Что за диван? Диван итальянец. Вот мы рискнули и сделали замшу. Сейчас будет в комментариях, боже мой, у них собака, и видно. Но опять-таки замша будет хорошо себя чувствовать еще лет через 10. Потому что я помню, как у моих родителей, друзей был замшу диван. И он лет через 10 был такой прям классный, классный, классный. Тут где-то видно в каких-то местах, что он... Ага, да, да, видно. Видишь, 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 видишь. Я хочу, чтобы он скорее таким стал. То есть, ты понимаешь, я думаю о том, как эта квартира будет взрослеть вместе со мной, и мне нравится, как она будет взрослеть. То есть здесь нету трендов, здесь нету моды. Я здесь ничего не выкину, как могу выкинуть кофточку из Зары, потому что эти воротники уже не в моде, и в следующие 10 лет они не будут в моде. Нужно делать интерьер под характер человека. Тогда ты его не выкинешь, и он через 10 лет не будет тебе неинтересен. Потому что он правдив. Просвет. Один из любимых моих световых дизайнеров, Инга Маурер. Эта люстра идет в оригинале с хлопковыми листочками, на которых на разных языках написано «Я тебя люблю». Мне не понравилось, как она выглядела здесь. Белый цвет очень сильно слепил, и я пошла в художественный магазин, купила сусальное золото, которое вот прям тонюсенькое, которое еле-еле-еле. Аккуратно прицепила, и вся люстра у нас была увешана золотой патиной, которая от каждого движения играла. И у нас есть светильники, которые с потолка бьют в стол. Но я не могу долго находиться в одном и том же. То есть могу, но я понимаю, что есть перспектива смены декораций именно вот здесь. Я к этому вцепилась, и я каждый год меняю. Я на прошлый Новый год поменяла ее на красный цвет, и в этом, на этот Новый год, вот сейчас съемки закончатся, я хотела, чтобы вы сняли красную люстру, и я ее сделаю зеленой. Ну что, приглашай в ванну? Пойдем. Давай. Мы не могли выбрать, ванна или душ, и сделали ванну и душ. Все спрашивают, как так? Попадает ли вода в ванну? Да, попадает, и ничего от этого плохого нету. Это очень удобно, потому что ты принимаешь ванну, встаешь и обмываешься тут же водой. Мне очень нравится бренд Чея. Он сделан из медицинской стали, но он ультра дорогой. И вот как я сэкономила, мы в ванну набираем ручным душом. Ты ей моешь, все дотягивается, и ей набираешь, все очень удобно, и сам душ. В общем, такой лайфхакт, это очень серьезная экономия бюджета. Огонь. Огонь. На балу тик. Тик, вот, я как раз про него и хотел тебе спросить. Я-то обожаю тик, и мы очень, мы многие в разных проектах, на самом деле, использовали тик в ванной. Но стереотипов по этому поводу вообще дофига. Типа, что это прям непрактично, что все, типа, дерево, как так, вода. Вот. Объясни людям, что тик – это тик. Тику два года, он прекрасно себя чувствует. Тик – это палубная доска, а палуба – это что? Это соль, это солнце, и она прекрасно себя чувствует. А тут ни соли, ни солнца, только ваш селективный парфюм по душе, и все. Так, по поводу, самая главная фишка этого санузла, то, что мы пришли в салон керамики с мужем, и такие, говорю, так, Гок, ты выбираешь плитку, которая тебе нравится, я выбираю плитку, которая мне нравится. Я говорю, давай. И в какой-то момент мы просто поняли, что мы выбираем одну и ту же плитку, и у нас ее 11 штук. В общем, видно тут, не видно, 11 пород разных плитки. В санузле тоже будет. И гордость, еще одна гордость нашего дома – это очень сложная составная тумба. Когда Гога приехал с ней, цельная была только столешница, а все остальное было в коробке. Я такая, а где тумба? Он говорит, сейчас. И вот он вот так вот ее собрал, тут какие-то части, они до сих пор подвижные, что меня иногда это радует, иногда это меня бесит. Вот, ящики без доводчиков, да, там. Хардкор. Хардкор, да. Но мне нравится. Я в этот момент ощущаю себя какой-то супер необычной девчонкой. Аутентично. Аутентично, все верно. Этот свет, давай сейчас включим, покажем. Здесь я решила поиграться. Я обожаю эти светильники от Центр Света. Была вот новогодняя вечеринка, и я заклеила все красным скотчем. Все лампочки. Погоди, это скотч просто сверху? Это просто скотч. Это такой вот лайфхак, да. Не знаю, как я его отдеру. Ну, как-нибудь отдеру, у меня есть спирт. Помните, я рассказывала про длинную планировку? Вот там вход. Вот там вдалеке-вдалеке вход. Я не помню, сколько у нас метров коридор. И плюс еще этот метраж. И когда заходишь домой, очень хочется увидеть какой-то луч света. Потому что все комнаты расположены вот так, в длинный коридор. И вот если хотя бы немножко какой-то луч света вдалеке, как будто вот настроение улучшается. У нас еще есть два круга в туалете. Стеклянная дверь. Сложно уложена плитка. Со стены она спускается на пол. Мы лоханулись с выбором плитки, которая на полу. Потому что она цепляет тряпку, когда ее моешь. Хочу еще показать магию. Магию белого света. Вот она, белые шторы. У нас очень мало штор. Но мы выбрали такое решение, как закрывать все такими где-то тряпочными, где-то бумажными, встроенными в раму железями. Мне очень неудобно, потому что, допустим, если я наношу макияж, либо я там моюсь, меня не видно, но виден свет. Так с обычной шторой не получится. А это очень классное решение. И, кстати, в зале я вам тоже покажу классное решение, как я скрываюсь от моего соседа Юрия. А можно такое рассказать? В течение двух лет, пока я здесь живу, мы наблюдаем то, что где-то два раза в месяц она строит гулянки, и на утро выходит каждый раз разная девушка в розовом халате. И всегда это разные девчонки, и у всех одинаковый розовый халат. В общем, зная такую способность гуляния у Юрия, мы делаем вот так, и, в принципе, свет есть, нас не видно, Юрий тоже в безопасности, курой не видит Юрия. В общем, не, мы с ним дружим, он классный тип, но вот имеет такую классную специфическую харизматичную особенность любить девушек в розовом халате. Хобби у человека. Вы это вырежете, наверное, да? Не, нормально, оставим, посмотрим. Может быть, мы это в анонс оставим. Кровать мы за два года так и не сделали. Я мечтаю о кровати, конечно, с балками, с балдахином, но как-то вот живем, и очень нравится. У нас супер твердый матрас. У меня муж вообще любит спать, чуть ли не на полу. Навстречу к нему я научилась спать на твердом матрасе. Хочу рассказать тебе про штору. Штору придумала сама. Ты можешь представить себе, как здесь красиво, когда солнце сильно светит? Ты можешь представить, какая здесь сумасшедшая магия от этих линий? Это очень красиво. У нас еще вот тут маленькие такие вот точечки, и вот это тоже очень круто работает. Это одна из самых недорогих замш, просто замша. Шкурки замши порезала на квадраты, отдала очень талантливому мастеру по шторам, купила самую недорогую ткань прозрачную, и она мне это все нашила. И вот тебе и штора, которая могла бы стоять очень-очень дорого, если бы она такой готовой была. А это все мне вышло, ну, не соврать, ну, максимум 35 с материалом и работой. Но при этом это просто произведение искусства, и оно, конечно, работает очень круто. Да, солнышко. Представляю, когда еще закат, наверное. Да, именно, когда закат, потому что тут по-другому никак. Просто песня. У нас здесь не так много всего в спальне интересного. Что это означает? Вау. Вау, да, это тоже Инга Маурер. Мы вот в тот момент, когда он только открыл продажи этих светильников, мы тут же их купили. Бабушкина икона, бабушкина статуэтка. Некий такой красный угол. Такой, да. Доска, которую я упросила опять забрать в Гоги с мастерской, мне очень нравится. Да, крутая. Сейчас у меня в комментариях посыпятся. Очень сильно раздут этот мыльный пузырь. Правда, ремонт – это очень дорого. Это неподъемно, много дорого. А люди, которые с этим не сталкиваются, они, господи, как заработать эти деньги, которые нужно отдать на этот мыльный пузырь? Одно из них – это плинтус. Для чего он нужен? Чтобы тряпкой… Потому что плинтус выкрашен краской водостойкой, а стена водомассионка и от тряпки будут потерты. Когда в последний раз ты мыл пол мокрой грязной тряпкой? Ну, никогда. Вот у меня нету, можно посмотреть, у меня нету нигде этих полосок от тряпки. Так же я мою пол и прям нормально мою, потому что у меня собака. Плинтус – это что? Это плинтус, это покраска плинтуса, это установка плинтуса. Бац! И сколько из бюджета? Ну, 1200 на такую нормальную площадь. Поэтому я в своей работе думаю, а кто сказал? А кто придумал? Например, как прорабы придумали класть в 90-е, чтобы больше заработать, потому что деньги нужны были, доску по диагонали, чтобы она увеличила пространство. Она не увеличивает пространство, это просто мозг у тебя такой, что происходит, не могу понять, какого размера эта комната. Для него это как бы тяжело. А про вот этот момент говорит, вот у вас маленькая площадь, паркет нужно класть по диагонали, тогда она увеличится. О, магия! На 3 квадрата увеличится комната. Нифига, он просто берет на 15% больше доски, получает бонус этого, он дороже уложить. В общем, вот и все. Это огромный мыльный пузырь. Ну что, я буду показывать вам длинный коридор, приготовьтесь, соберитесь с духом, это тяжело к восприятию. Ну что, вот он начало нашего длинного коридора. Конечно, у нас есть собака, и в первую очередь нужно ей мыть лапы утром и вечером. Утром и вечером. Таскать ее в тот конец квартиры было невозможно, и мы постелили на полтик. Я понял задумку, вы сначала сделали отверстие, и поняли, что этого недостаточно, чтобы, типа, закидывать. Чтобы кидать собаку, да, было. И нам сконструировали из нержавейки такую мойку, и мы ради прикола у нас остался тик, и постелили тик нашей собаке на пол. Оператор, идите, покажите всю длину этого коридора. Мы все еще идем. Мы все еще идем. Ну что, там далеко еще? Да-да-да-да-да. О, такой длинный коридор. Он был достаточно широкий. Мы приняли решение, что пусть это будет наш огромный шкаф. Тут у нас за шторой прячется все. Она сейчас сама потянется. Если к нам приходят какие-то люди, или, например, у нас была съемка, мы это все закрываем шторой. Ну, в жизни мы не пользуемся этой шторой. Она всегда открыта, вот эта часть, и та часть. Она поделена на три части. Входная, где обувь, верхняя одежда. Тут у нас сумки. Очень удобный лайфхак с обувью. Обувь у нас хранится в таком положении. У нас ее очень-очень много, да. И обычно как обувь ставится вот так, и это занимает, ну, очень много пространства. Мы с мужем, мы очень любим там, а ну-ка, как лучше, а как может быть еще лучше? Вселенная, покажи, как это еще лучше. Кайдзен. Да-да-да. И, в общем, мы нашли такое решение, где у нас суперкруто все помещается на таких маленьких отрезках по высоте. Вот такой классный лайфхак. С сумками у меня так не получается, они у меня в таком-то состоянии немножко хаотичном. Я тоже думаю, что к этому приду. И все вещи у нас располагаются здесь, в самом конце коридора. Стирка, сушка. Готова тебе тоже показать, как там все устроено. Пойдем, покажешь. У нас газовый котел. Стирка, сушка, фильтр солевой, стремянка, газовый котел. Вот такой маленький хот-блок. Там у нас хранение гуля, всяких там штучек. И основная часть гардероба здесь. Тоже ящики. Ящики, 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 ящики. Яна, это было потрясающе. Правда, у меня много эмоций, очень много таких крутейших деталей. Мне кажется, ребята в комментариях тоже это отметят. Пишите ваши комментарии, задавайте вопросы, делитесь впечатлениями. А ты, мне кажется, с удовольствием прочитаешь и будешь отвечать. С огромным удовольствием. Готова к любым комментариям с открытой душой, радостью, искренностью, честностью. Мне было приятно видеть вас у себя дома. Будете у нас в Краснодаре, пишите. Буду рада даже, может быть, показать вам квартиру лично. Если у вас еще остались сомнения, что темные интерьеры, они какие-то грустные. Да. Возможно, так показалось на камере. Мы сделаем по максимуму, вытянем в монтаже. Но на самом деле вживую, ребята, это выглядит просто суперкруто. Мне тут очень уютно, очень красиво. И вот эти все детали невероятны. Ну что, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии, задавайте вопросы. Ну и пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok